сегодня у нас в гостях друзья соловьёва лидия валерьевна кандидат экономических наук историк этнограф исследователь прошлого она житель санкт-петербурга уже не в первом поколении и мы рады увидеть лидия здравствуйте добрый день тему которую мы хотели бы сегодня обсудить она следующий но все слышали о всемирном потопе вот кстати сзади меняет картина ивазовского всемирный поток все вы слышали о том что всемирный поток по мнению ряда исследователь коснулся нашей страны и некоторые исследователи они как в качестве аргумента в качестве аргумента показывают нам различные фотографии видео первых и вторых этажей зданий практически по всем во всех городах нашей необъятной страны мотивирует а тем что он был всемирный потоп какой-то и вот он залил всю страну и соответственно здание которые были первые этажи это значит опустились туда вот это в селевые потоки ну и короче их за залило по мнению исследователь это было не очень давно сто двести лет назад и все с этим сразу два связанных между собой вопрос вопрос первый если это на самом деле был всемирный потоп который коснулся нашей страны первое почему практически нет упоминание в литературе ведь многие же вели дневники многие писали там всякие повести романа нигде не отмечено это вопрос первый и второй сразу упреждая я догадываюсь какой будет ответ почему информацию если он на самом деле был почему эта информация практически стерта начну что я могу сказать по этому поводу дело в том что тот всемирный поток который произошел а потом имел несколько повторов автошоков вот он у нас был не случайным он был рукотворным насколько то есть и сегодня нашим вообще всем миром правят именно те кто это дело в тот момент у нас спровоцировал понимаете дело в том что они решили просто каким вот образом избавиться от свидетельства потому что если приходит новая власть то она переписывает по себе историю то есть у нас же история то что это политика направленная в прошлое правильно мы это прекрасно как переписывается история прекрасно видим сегодня далеко ходить не надо наши республики бывшего советского союза имеют совершенно иную историю нежели была у нас 30 лет назад понимаете то есть она вообще корни ей противоречит значит ну когда это могло произойти дело в том что у нас конечно с этими всеми историческими двигами и удлинением искусственной истории но с этим вообще вопросом надо сильно разбираться потому что говорю динозавры вроде бы умерли 65 миллионов лет назад но они у нас на всех гербах средневековья тот же иван ефремов находил динозавров не окменелых а кости динозавров мясом которые пахли после этого он стал писателем фантастом будучи профессором палеонтологии понимаете сегодня нас в америке то что такие находки происходят там одна профессор собственно говоря воюет специальной наукой у нас история нам очень сильно отменили что было просто не разговаривать те же мамонты понимаете которые вроде вымерли 12 тысяч лет назад но у нас они совершенно спокойно по во всех свидетельствах и летописях и просто легендах еще лет двести назад спокойно ходили в сфере передвигались и потом мгновенно замерзли знаете если это было бы не молниеносная заморозка то еда в желудке мамонта не сохранилась бы она даже если бы мамонт замерзал час то она растворилась бы в желудочном соке то есть случилось что-то непоправимое и это непоправимое было вызвано не просто природным катаклизмом было применено какое-то климатическое оружие про которое мы сегодня имеем слабое представление есть у нас версия высказанная то что у нас была ядерная война 19 века значит но ядерная это была война или не ядерная об этом поговорим чуть позже сейчас вернемся туда где во времена бориса годунова понимаете вот как говорится описано во многих произведениях описано в летописях описано о том что было три года без лета о том что люди покидали города и ели траву что не было ни хлеба не ну то есть были скучни каннибализма по всей стране не только у нас эти три года без лета также описано европейских странах но только немножко опять же у нас хронологии проблемы там такое ощущение что этот мало ледниковый период в европе случился раньше чем в россии таком естественно априори быть не может потому что мы близко граничим но все это описано и никто этого не скрывает другое дело что это нигде не пропагандируется потом это благополучно забыли климат стал меняться в более теплую сторону и в 1812 году случилось что-то непоправимое или это был автошок или это было нечто дело в том что у меня на канале краснотарь успевская после путешествия в индию рассказывала то что им гид говорит о том что была там цивилизация великих моголов великие моголы это как раз но я говорю что если брать монгола тартар то может быть это моголы тартары то есть это такое но эти моголы они были в культуре и по генетике близки нам то есть такой же то есть у них как раз раскрытый их язык это их высшая каста в индии рахманов ну понимаете можно разрешить я вас перебью давайте мы вернемся я так нет смотрите почему я почему я иду вот так вокруг потому что нельзя россию рассматривать отдельно от стран у нас так что в россии индия получается это тоже наша была на тот момент то есть была одна великая цивилизация и в 1812 году примерно ну около 200 лет назад говорю гид значит пришли британцы и применили какое-то климатическое оружие из-за чего не сверху был поток а из земли выходила вода с грязью то есть получается получился какой-то климатический катаклизм в это же самое время я читала в санкт-петербургских ведомостях у нас в нашей национальной библиотеке значит в сша в районе великих озер кстати кто забыл сша тихоокеанской принадлежала нам на тот момент все с аляской калифорнии там около великих озер бесплатно раздавали фермерам землю для того чтобы все ее осушали после потопа такой момент потом у нас значит получается что когда наполеон пришел в москву очень странно она горела и поджигали и есть даже свидетельство что летит огонь и и взрывается через некоторое время замок кроме снег потом наполеоновская армия уходит и они все поражены лучевой болезнью со всеми симптомами и в ноябре месяца они замерзают пути понимаете да конечно в россии у нас не жарко но в ноябре замерзать идти так чтобы живые завидовали мертвым не находить по дороге провианты и съедать своих лошадей это какой-то паноптику далее в этот момент в питере я конечно не берусь за то что эти карты может не фейковать но один из соратников и ставлю карту где в 1812-1812 году Питер снова замерзал подводы то есть у нас снова нефтская устья получилось в районе Смольдова а центральная часть опять затоплена и опять у нас получается Венеция такой вот поток значит при этом ну поэтому может наполеон туда и не пошел что его в болоте делать понимаете значит и после этого в 1813-1816 год у нас специально по всем свидетельствам не только после Википедии но и по тем источникам что были 30 лет назад написано три года без лета 1813-1816 год и их списывают на вулкан Тамбора во-первых Тамбора не такой уж и мощный вулкан это не супер вулкан Елоустонский который вот сегодня у нас уже прогулы реально ставят он действительно в Америке может рвануть в любой момент вызвав нам новые три года без лета запросто за две секунды у него кальдера диаметром 70 км его я преподавала еще в 1908-18 что я рассказывала когда говорила про возможные катастрофы Апофис и Елоустон самые возможные если Апофис может мимо пролететь точно то у Елоустона срок уже подошел взрыв может быть был какой-то другой вулкан может быть спровоцировали какой-то вулкан может быть это был удар может быть это были космические войны которые Лидия я вас перебиваю прошу прощения давайте давайте то же самое сейчас начнем практически сначала скажите пожалуйста по вашей версии когда вот эти первые этажи зданий по крайней мере в европейской части сейчас я приду к этому моменту значит первый раз это у нас получается последний скажите когда это было последний я не могу сказать потому что 1813-16 год катаклизм какой-то жесткий очень серьезный московский ров около московского кремля было дешевле закопать нежели раскапывать это официально написано то есть Москву засыпало в 1812 году и если что по всему по всей земле вот такое мероприятие то есть у нас получается везде свидетельство даже индейцы одели шумы на остановительных повязок то могло стучиться в 1816 дальше мы переходим с вами к моменту отмены хлебостного права значит как говорится не все помещики были злыми и жестокими помещик это просто председатель колхоз и его колхоз должен быть рентабельным но помещики начали откровенно выгонять крестьянство своей земли и говорить идите ищите работу в городах огромные миграции пошли в города потому что не прокомиция стала на земле о чем это говорит о том что климат изменился в такую сторону что люди не смогли за счет сельского хозяйства себя кормить и зарабатывать какие-то деньги вот у нас еще есть одна веха далее у нас с вами веха когда горят все города сейтл чикаго дверь значит и прочее то есть вот горит все включая камень кирпичи чугун то есть какие-то пожары неадекватные тоже искусственно вызванные но явно это не от того что корова перевернула масляного чикаго вот какой-то происходит момент я еще раз перебиваю вас давайте мы сейчас оставим пожар давайте оставим голод давайте вернемся только к залитым первым этажам смотрите 200 лет назад что-то произошло и первые этажи все 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 залило во всех городах дальше есть у нас дома 1840 года у которых тоже первый этаж под землей и видно что не отличается от верха то есть после этого что-то происходило еще раз хорошо предположим произошло что-то еще раз вопрос время всего прошло ничего почему нигде ни в литературе не в них не в мемуарах нигде об этом никто не пишет это же невозможно вычистить даже тем злодеем которые устроили тормогеддон смотрите у нас основные писатели поэты были во времена пушкина это первая половина 19 века но на тот момент после восстания декабристов настолько ценно цензура свирепствовала что даже вот такие вот как все не петербургская тени блаженные матрона пасторожка были вымараны все там очень жестко действовал цензура вплоть до тюремного заключения тогда следующий вопрос а зачем это нужно было власти все это вымарывать у нас павла первого брали британские спецслужбы это официально понятно то есть это все уже знают что его убили звук исчез у нас получается реальную власть у нас появляется археология во все места приезжают после вот этого катаклизма археологи это британские военные они знают где что находить находят одновременно в 19 веке все как говорится древние цивилизации об этом объявляют что-то выводят и все и у нас получается захват власти после этого официально получается что наша страна делится ну по такому тайному плану на вот эти сериевые придатки разделяется на разные страны на бумаги и начинается работа по ее дробление это середина девятнадцатого века со второй половиной и цензура работает на вот этих вот захватчиков не только у нас понимаете в чем момент и если вы они устроили нам войну про которую они решили собственно говоря ну скрыть информацию то вот эти цензуры работали я говорю что у нас например 18 века газет нет середины только есть у нас говорят при петре был рукописный курант газета ну как может быть рукописная газета когда такая промышленность работает по всей стране а нет у нас периодически печати куда-то делите газет дальше мы начинаем смотреть и как говорится цензура работает вовсю но вы же знаете это у нас и 18 и 19 век особенно вот после уже после александра первого когда после восстания декабристов уже николай первый начинает заниматься ну он приходит власти именно под руководством тех самых и я так понимаю что вот это вот мировое правительство про которое мы ничего не знаем мы его не видно она до сих пор сам этим управляет и для того чтобы народ лишних вопросов не задавал этот момент относится ли в глубокую древность или распределяется во времени в разных странах на разные эпохи или скрывается и вымарывается а вся вот эта вот элита писательская она была в первой половине 19 века и работала естественно под цензурой вы же понимаете а дальше у нас во второй половине 19 века уже меньше кстати нет такого всплеска то есть уже нет золотого века там уже проще проверять то есть без вот цензура работала намного сильнее нежели в советском союзе на тот момент записанные данные по крайней мере что касается нашей страны и вот эти лишние свидетельства умарались дальше у галины конышева есть фильм может быть кстати ну это насколько свидетельство подтвержденное не знаю но там рассказывал ей какой-то на кавказе дедушка что он слышал от прадедов о том что в один прекрасный день в 19 веке все люди проснулись и забыли кто кому кем приходится то есть было применено кодекс на оружие после этого мы видим такой российская империя огромная мощнейшая страна потрясающая промышленность первая экономика мира и 90 процентов населения не читать не писать не умеют и ставят крест это что как это можно объяснить не могут люди даже простые рабочие без знания элементарной грамматики собственно говоря строить здания сооружения выкладывать какие-то там супер красные кирпичные своды и т.д. и т.п. понимаете то есть было что-то применено такое что у людей действительно вот как ни странно но ошибла память по другому это не объяснить вот в чем момент и мы не знаем что это было снаружи и и потом у нас начало двадцатого века у нас здесь начинается собственно говоря революции в америке великая депрессия гиперинфляция в европе страны делятся нас травили с германией как раз на первую мировую войну до этого мы были вместе вот собственно говоря ну практически единый народ ну как одна страна понимаете и дальше началось дробление и во всем мире начали вот это вот раскачивать окончательная зачистка была сделана второй мировой когда бомбили такие города как дрезден не имеющие отношения никакой военной промышленности но где что-то могло остаться у нас даже вот последнее при нас вы же помните в девяносто пятом кажется году горела библиотека академии наук в санкт-петербурге и примерно в одежды в Москве то есть зачистка была жесткая очень мощная и вот это все зачищалось до последнего момента а у людей элементарный я бы никогда я не я не верю в констерологические теории но то что у нас ленин занимался ликбезом и 90 процентов населения страны не могло подписаться меня конечно поражает но не может такая держава иметь настолько безграмотное население вас это не удивляет и иначе было применено какое-то психотропное оружие которое мы не знаем этого воздействия но люди действительно забыли они угодные произведения канули в лету или были пределы ведь и пушкина же вознес главу непокорный наполеонова столпа написано про александровскую колонку а белинский передел александрисского столпа вот и все понимаете то есть лиги вот смотрите вот у меня у меня огромный библиотека буквально я за одну минуту нашел у меня целые подшивки журналов и газет тех вот я просто смотрю журнал время ваших подшивка 1800 с 1861 года журнал гирлянда 1831 года там на загадая года и года смотрю дальше московитянин с 1849 по 56 журнал московский с 1791 московский вестник с 1827 по 30 московский телеграф с 1826 по 32 то есть у меня целые подшивки газеты журналов владимир ну смотрите во первых они все идут в основном уже середина 19 века за редким исключением с начала 18 века он газеты типографские никакие не рукописные но вот по крайней мере в национальной библиотеки говорят что при петре питере был рукописный курант вот у меня пожалуйста газета ведомости с 1702 под подшивка по 1727 такой момент дело в том что у нас же никто не про потоп и не про засыпан вот идет война в принципе фиолетово потоп и засыпан главное что было как жить и если вдруг но я думаю что на самом деле мое личное мнение что этот потоп да который все города засыпаны все первые этажи он мог не молниеносно и не сниму произвести во первых как я вот рассказывала вы мне говорили извините меня выгнали сказали давай в россию но в индии же что говорят что из земли поднималась вода то есть из трещины выходила в месяц грин то есть она шла из земли потому что что-то случилось давление с атмосферным но я все понятно некие злодеи сделали что-то такое что что-то вот по версии что да вы выходит из под земли что-то заливает все первые и вторые этажи и так по всей стране пытаются и никаких следов нигде в литературе в периоде момента может быть особо не писали это же война идет 1812 года на общемировая получается у нас же не только здесь наполеон ходит у нас же собственно говоря и в америке там происходит война значит и в латинской америки и буро там в африке у нас идет по всему миру и в индии опять же у нас одновременно происходит такой момент как нулевая мировая война про которую мало кто пишет ее разделили если мы посмотрим по всем странам 1812 там 13 год мы найдем везде военные действия но их не объединяю в единую войну понимаете о чем речь и получается такая картина значит получается но на мой взгляд что что-то они сделали атмосфера открылся с атмосферой почему мама замерзла молниеносно в тот момент и из-за того что давление изменилось но вот эта атмосферная составляющая у нас пошли из земли вот эти вот потоки воды понимаете то есть если меняется атмосферное давление резко что-то происходит то земля как бы сама выдают воду первое с какой-то грязи второе то за те засыпанные этажи почему обязательно должно было сразу взглянуть и рухнуть дополнительно может быть если вот например сегодня тот же елый стол нырванет у нас пыль от него поднимется до стратосферы и закроет солнце на 3-10 лет и выпадать она будет потихоньку если один сантиметр день падает вы это не так сильно видите тому пример широкополый шляпы клощи то есть сверху падает версия понятна вот с нами еще присутствует с нами да в момент и если потихоньку выпадает то эти 3-5 метров может насыпаться 10 лет запас и незаметно не так что вот раз и крыши все провалились понимаете если вот случай ядерной вот этой зимы ну даже вот от простого супер вулкана вот если и лустон рванет мы с метр еще получим который будет падать потихоньку понимаете не пепел сверху и грязь снизу это не разные вещи вот у нас здесь присутствует с нами еще крупнейший историк эпохи александр гарон чебрагимов вот он молчит и не участвует в разговоре александр гарон что скажешь по поводу этой версии как крупнейший я очень внимательно слух я очень внимательно слушаю мне вообще все что нам рассказывает лидия валерьевна мне все по душе поскольку она заставляет всяком случае на задуматься о том что реально происходило я в теорию потопа на самом деле не очень верю ну как бы сказать у меня есть немножко другая информация в частности от наших геологов которые говорят что если потопа был там был где-то лет 400 тому назад и они приводят даже какие-то геологической там сфере там подвижки определенные то есть даже фотографии какие-то прислали и все прочее возможно это и так возможно права валерия возможно правы те кто говорит что вообще ничего не было на самом деле это все интересно насколько это касается на современной нашей россии то есть это больше александр гаронич я вот анекдот вспомнил значит старая бабка с внуком в зоопарке около этого бассейна с бегемотом вот она подходит с внуком и значит и говорит вот посмотри вот это самое крупное млекопитающее кит вот и начинает рассказывать показывать на бегемота а рассказывать о ките рядом дворник мел там метелкой убирал территорию мадам извините это никита бегемот вы что меня за дурочку принимаете это говорит кит и в это время бегемот на выходит из бассейна и идет этот дворник этой бабки но вы где-нибудь видели чтобы кит ходил она ему но вы же видите ходит к чему я это мы видим то что на самом деле этажи которые откапывают залиты вот и лидия валерьевна она сейчас находится в городе орле она бы туда поехал совсем по другим другим делам но она умудрилась уже снять видео где мост через реку в городе орле засыпают там что-то делают какой-то ремонт я сам своими глазами видел позавчера и видео где вот эти так сказать но с арками такие мост через реку представляете каменный да да засыпаны ну так что бегемот такие ходят или не ходит этажи-то засыпаны засыпаны но могу сразу сказать что я вот с александром ароновичем тоже соглашусь потому что я еще раз повторяю вы меня загнали в последний момент а я вам говорил что во времена бориса годунова то есть это начало 17 века то же самое тоже было и если смотреть о версию то же самое было при эрике рыжим после эрика рыжего когда замерзла и в гринландии зеленая страна у нас каждые 200 лет происходит вот такой момент и одно накладывается на другое у нас как раз во времена борисового сменились рюрикович на романовых и начался один передел мира потом британцы так понимаю может и не британцы захвозили в начале девятнадцатого века все это мероприятие и опять же то есть добавилось это дело и две из каждые 200 до этого вот как раз гренландии получается официально говорят начало четырестого века верю 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 единственное только следов нет нигде ни в газетах ни в журналах нигде ну хорошо но у нас же с вами тоже в советском союзе не все можно было писать что у нас случилось когда берия умер что случилось вы же знаете прекрасно отозвали большую советскую энциклопедию у всей страны приказном порядке вырезали берию и вклеили берили чтобы забыть его имя это был приказ по всей стране и 20 20 век так а почему вы думаете что раньше с этими так следили когда идет война и катаклизм не записывается а потом эти засыпанные даже никого не волнует людям хоть землянки но главное жить но это можно в энциклопедию берию вырезать но когда весь восемнадцатый девятнадцатый век все дворянство ведет дневники каждый день записывают потом мемуары воспоминания и нигде ни слова вот это вызывает вопрос даже если какие-то злодеи захватили дали до секунду даже если злодеи захватили тотальную планетарную власть все равно вычистить все невозможно я насколько знаю на заводнение 1824 года было не три дня и не три часа а минимум полгода это официально в питере но хоть кто-нибудь бы написал бы елки-палки утром проснулся смотрю весь город грязью залит хоть кто-нибудь дневник я бы написал у всех написано как из третьего этажа в главальной книге у пушкина в поэме медный всадник написано какой был звездец это все написано бодобом жесткий это описано просто понимаете дело в том что дальше убрали не убрали грязь об этом уже не так писали я же говорю что это не в одну секунду могу быть не сразу вам тут пять метров хлоп и все а поэтапно еще и засыпало сверху посмотрите на картину девятнадцатого века во первых у всех увеличена щитовидка во вторых все в сетах это о чем говорят меняется давление людям спину сложно держать понимаете в третьих у всех шляпы и балетки еще парики это что такое очень неудобно это не невозможно оправдать моды эту ерунду вся европа они придумывают с собой чтобы ходить по грязи дальше у них широкополые шляпы чтобы когда нечистоты в окна выливаются приказ был кричать берегись чтобы люди отходили чтобы не на голову на шляпу и при следующая картина что это все происходит вот вас никогда не смущало что у нас во дворцах вообще нет никакой канализации а это может быть только в одном случае если случился какой-то потоп или вода пошла все пошло в обратную пришлось это дело демонтировать и уже у нас король солнца до 15 он уже извините за выражение из канализации живут ли пожалуйста первый момент почему а потому что если сегодня будет снова такое же повторение подобного рода то у нас случится тоже то что нам придется демонтировать вот в первую очередь это просто они простые законы физики и дальше начинается дальше повторение поэтому а то что в какой-то момент кто-то что-то ну и просто вот эти широкоположные непрерывные прочее могу с неба дальше потихоньку падать и люди привыкли что у них сыплется какая-то пыль какая-то пыль с неба вместе с дождем без дождя они на это не обращали внимания если вам говорю там 3 или 5 миллиметров все понятно аргументов поддержку этой версии вполне достаточно до парики потому что от лучевой болезни были лысые шляпы потому что пепел сверху непрерывно меня это лично не убеждает потому что хоть как они хоть кто-то должен был написать в дневниках как задолбала эта пыль которая сверху там хлопьями уже мы же не пишем как что задолбала эта хмурая погода в питере можем написать тогда например но мы же привыкли что в питере плохая погода то есть про хорошую мы напишем а плохая это уже естественное явление в россии мы привыкли что есть снег а бразильцы первый раз увидели когда они думали что он тяжелый они выбежали счастливые что они такое чудо не видали понимаете мы же не пишем собственно говоря что к ну как ну то есть это если это потихоньку то никто писать не будет раз 2 по орлу гуляю я смотрю здесь что происходит здесь красные кирпичные здания такие не 19 кирпич а век 18 и 17 но я их отличаю уже давно он эти здания первый этаж весь под землей и окна под землей и люди мне рассказывать жили и вот и внизу а сверху на вот этом домике стоит деревянный домик которым лет пятьдесят срезные выставни то есть один дом у нас засыпанный и на нем настроен деревянный домик это может быть теха великой отечественной войны я не возражаю но население орла после войны не уменьшилось она уменьшилась только после перестройки то есть не было такого что орел там весь сгорел люди ушли понимаете то есть а весь орел вот так то есть все вот эти домики под землей первый этаж под ним подвал а сверху стоит маленький домик деревянный новенький хороший а вот внизу раньше жили вот одна семья в подземном этаже а потом там стало влажно и люди стали все но это буквально но недавно если в питере в питере невозможно при таких возможных наводнений у свою юность пока я училась школе мы бегали смотрели как заливаются книжку в потоке воды но не будет никто так строить всю набережную чтобы каждый раз во время наводнений там чуть не каждый месяц бежать собственно говоря спасать все ценности там подвале где у нас лично были вершки пока не появилась дабы у нас вот эти наводнения были ежедневно постоянными и петр он же у нас тоже умер спасая в лахте в реку во время наводнения простудился после этого то есть если царь приходит в город который все время топит если собственно говоря царь у нас сам от этого извините умирает то дальше будет такой ерундой заниматься поэтому видно что это все засыпано что не будут в питере точно под землю если других это вот может так удобнее сохранить пространство но в питере там не теплее то что не в аппарате ниже по уровню мы с вами уже обсуждали это было до этого в предыдущих передачах но понимаете дело в том что в питере можно строить или ровно или на свадьбе но никто не будет копать под землю вот типичный пример у нас на зимней канавке у кого армитажа либлоновский дом стоит первый как бы эрмитаж и в нем показано вот выкопана вниз полтора метра ямка там еще арка идет под землю видно и видно что показано нам официально что люди вот смотрите раньше мостовая была вот так вниз то что подсыпают мостовые я не знаю может и подсыпают но фотография вот значит это у нас получается сразу после революции около эрмитажа тетка хоров пасет окна также фотография 19 век окна также не на сантиметр университетскую набережную мы смотрели также то есть за 150 лет не привязывалось ни одного сантиметра а все окна под землей все окна в питере под землей на набережных это самое прямое доказательство это не тот город который можно строить изменить выражение под землю чтобы у вас ежедневно ежемесячные были затопы понимаете это не серьезно и вот по всему миру я езжу я это поняла восьмидесятые годы и все мои профессора которые меня учили еще в сппг в девяностые на эстфаке они все были изначально альтернативщиками все понимают то так никто не строит до такого невозможно что это какая-то загадка и вот оттуда из питера смотреть с восьмидесятых приезжаешь и смотри господи а это что если где-то это чем-то можно объяснить то в таких городах там как питер или венеция это необъяснимо вот а далее едем по стране едем в другие страны и везде у нас окна под землей ребят но как если мы видим очевидные факты и они сделаны по той же технологии как будто одна и та же кирпичи у нас брестская крепость говорят строила екатерина 26 кирпича и даже с урала ну какому идиоту с урала надо возить кирпичи в брест подумайте что с логистикой у нас происходит такое ощущение чтобы общая мировая стройка крепости звезды их срыли никто не срывал сейчас их везде откапывают там десяти по своему их просто откапывают они у нас пропадают в 19 веке складывать а потом сейчас потихоньку появляются потому что их начинают случайно откапывать на тот же месяц сначала в 17 веке откапывают потом уже в двадцатом получается поэтому если смотреть старые карты даже звездные крепости которые их же стены они не там не 20 сантиметров они 10 метров и должны быть они у нас пропадают а потом начинают снова всоваться что их уже начинают находить понимаете поэтому я не могу очевидные факты то что я ежедневно вижу и ежедневно понимаю всю нелепость такого объяснения что так строили я не могу как говорится принять что потопа не было раз потому что кирпичи опять же и лиственница у нас урала в венеции и кирпичи сурала в бресте какая-то безумная логистика те же пирамиды посмотрите наполеон приходит откапывать свинсона у свинсона рчит одна голова пирамиды не дают копать свинсона в ямке стоит пирамиды еще метров на двадцать назад вот эти великие пирамиды вот откуда там все это мероприятие и если посмотреть получается что у нас да 1812 год идут везде военные действия да всем как говорится наплевать на то что из земли и жижа идет с неба какая-то пыль падает вот это вот оседает какой-то вот грязь никто этого замечать не будет если люди учили если климат меняется становится холодно если все замерзают если повсеместная война то вот на эти вот выхода какой-то грязи или на которые жижи или на падение какой-то ерунда с неба не одна момента тоннами а вот хотя бы так никто не обратил внимание из более серьезных как великой отечественной но никто сангаронович дело ясное что дело темное с историей что-то чем дальше в лес тем больше дров поэтому тебе как великому величайшему историю эпохи еще работать над историей работать и работать у нас осталось время лидия дорогая продолжайте свою свое творчество миссию на самом деле она заставляет миссию да она заставляет думать она заставляет сравниться но позволяет выдвигать какие-то новые версии это на самом деле чем интересна история тем что она интересна как только у нас все будет понятно по истории видимо интерес не пропадет спасибо вам большое дай бог вам всего самого доброго будем ждать вас у нас в эфире в ближайшем будущем спасибо 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 до свидания